Всем привет, ребята! Меня зовут Эрина Ясинская и вы на канале Королева Мистики. В мой телеграм-канал вы присылаете свои страшные мистические истории о различных монстрах, которые только существуют. Если вы до сих пор не подписаны на мой телеграм-канал, то ссылка обязательно будет внизу под этим видео. Подписывайтесь на канале Королева Мистики. Ваши страшные истории будут выходить каждый день. Эту историю мне прислала Настя. Итак, друзья, легенда о сербской леди. Сербская леди – городская легенда, родившаяся на просторах интернета в 2019 году и получившая широкое распространение в феврале 2023 года благодаря платформе ТикТок. Согласно легенде, танцующая ночью женщина в Белграде нападает с ножом на каждого, кто ее окликнет. Чаще всего видео сербской леди сопровождаются тревожной музыкой. Первое появление сербской леди датируется 2019 годом. Тогда новостное агентство Сербии Esbiro G. Dennis опубликовало 30-секундный видеоролик с женщиной, вероятно, танцующей народный сербский танец в соответствующем костюме. Очень интересно. Согласно данным журналистов, нарушительница спокойствия набрасывалась на прохожих с ножом. Однако на кадрах у женщины ножа не наблюдалось, и вопреки заявлениям СМИ она никому не угрожала. Кадры сделаны пользователями ТикТока. В конце 2022 года история сербской леди постепенно перекочевала в англоязычный, а затем и русскоязычный сегмент интернета. Откуда превратилась в интернет? Мэм. Да, прикольненько так. В одном из коротких видео с платформ ТикТока находились несколько надписей, кратко описывающих сербскую леди. Вот что ты будешь делать, если увидишь такое? А вот проживающим в Сербии это довольно знакомо. Это сербская леди, которая стала довольно популярной в Сербии за последний год. Это женщина, которая выходит ночью на улицу и начинает танцевать. Кстати, ребята, а вы хоть раз танцевали танец сербской леди? Если да, то обязательно поставь эмоджи, лайк в комментариях. Так я пойму, что ты танцевал танец сербской леди. Но я очень надеюсь, что ты не видел саму сербскую леди. Итак, при этом во всем интернете есть много подобных видео. Кстати, за это никого не сажают. Мило, правда? Новость о сербской леди быстро подхватили многие блогеры. Некоторые из видео являются явным троллингом. Некоторые остаются с элементами реальности. Ну что, друзья, давайте же скорее поставим лайк за три секунды. Три, две, одна. И если вам понравилась история о сербской леди, ну а мы прямо сейчас переходим к новой истории. История называется... Человек грабли. Пожалуйста, подписывайте свои страшные истории, чтобы я могла передать вам привет в видео. Итак, человек грабли. В 2003 году на севере-востоке США произошел инцидент с участием странного человекообразного существа, который привлек большое внимание местных СМИ. После этого большинство письменных свидетельств о произошедшем загадочным образом исчезли с веб-страниц. А люди стали видеть существо чаще. Странно то, что люди реагировали на него по-разному. От приступов панического страха до почти детского любопытства. Существо продолжало появляться, и тогда на него началась охота. Надо ведь в конце концов узнать, кто или что это на самом деле. Наконец, в 2006 году работавшие вместе исследователи сделали пугающее открытие. Раскопали почти два десятка документов, датируемых двенадцатым веком. И во всех говорилось о появлении существа под названием грабли. Одно из самых впечатляющих его появлений описала некая женщина. Дело было так. Посреди ночи женщина неожиданно проснулась и случайно разбудила мужа. Она извинилась, и муж повернулся, чтобы взглянуть на нее. Она задыхалась от страха, и он обнял жену. Его явно очень сильно что-то напугало. В изножье постели сидело то и дело, отворачиваясь от них, то самое печальное известие существо, похожее на большую лысую собаку. Ребята, а ко мне пришел мой замечательный кот, которого я еще никак не могу назвать. Этого котенка мне подарили подписчики совсем недавно, в мае. И до недавнего времени я думала, что это девочка, но оказалось, что это кот. Поэтому давайте прямо в комментариях под этим видео придумаем нашему коту, черному коту, какое-нибудь интересное имя. Итак, глаза супругов еще не привыкли к темноте. Существо же вскочило и уселось менее чем в 30 сантиметров от лица мужа. Интересно. Некоторое время оно смотрело на него, а затем рвануло к детской. Перепуганные супруги сразу бросились за ним. Но было поздно. Их дочь лежала в своей кроватке, вся в крови и умирала. Ее последние слова – это был грабли. Грабли исчез так же внезапно, как и появился. И больше его никто не видел. Вы огромные молодцы. Вы присылаете столько много интересных страшилок. Я думаю, что это видео будет приятно послушать, когда вы будете собираться спать, ну, прямо таки перед сном. Я надеюсь, что эта страшилка вам зайдет, и мы чаще, 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 чаще будем публиковать страшные истории на ночь. Друзья, следующую страшную историю мне прислала моя подписчица Настя. Настя, огромный тебе привет. И история называется Легенда о Кутисаке Онна. Ребята, я думаю, что многие из вас знакомы с этой легендой. Ну, а сейчас я предлагаю вам послушать ту историю, которую мне прислала моя подписчица. Легенда о Кутисаке Онна получила небольшую известность в Японии на рубеже 1970-1980-х годов, вызвав настоящую панику. Существует даже сообщение о том, что администрации некоторых японских школ и колледжей в то время якобы рекомендовали детям ходить домой в сопровождении взрослых и хотя бы группами. Друзья, моя собака Гуччи что-то услышала и лает. Походу, эта история действительно страшная. Что-то она почувствовала. Ладно. Кутисаке Онна... Слушайте, я как только начинаю читать эту историю, Гуччи как-то странно реагирует. Да, у меня есть собака Гуччи и кот, которому мы должны придумать им в Телеграм. Ладно, читаю дальше. Кутисаке Онна якобы очень красивая женщина с длинными волосами в большом пальто, шарфе и марлевой повязке, либо хирургической маске, закрывающую нижнюю часть лица. С 1979 года легенда приобрела в Японии неожиданную популярность. Многие люди утверждали, что видели Кутисаке Онна на самом деле, и якобы она убила множество детей в возрасте от 4 до 10 лет. В некоторых школах и колледжах были даже прекращены занятия. Младших учеников родители приводили в школу и забирали из нее, а территории университетских городков патрулировались полицией. При этом вспомнили, что в 1968 году в стране был найден череп женщины, рот которой был разрезан от уха до уха. Но реальной причиной распространения легенды был, скорее всего, реальный случай 21 июня 1979 года, произошедший в городе Химедзе, когда была арестована психически больная 25-летняя женщина, бродившая по улицам с кухонным ножом, которым она предварительно разрезала себе рот до ушей. Кстати, друзья, про эту легенду и вот эту самую женщину Котисаки Оно или женщину с разрезанным ртом я вызывала на своем основном канале, ссылку на это видео я обязательно оставлю внизу под этим видео, поэтому, если интересно, можете зайти в описании и посмотреть этот видос. Получился он жутковатый, насколько я помню. Друзья, эта история закончилась, и я прошу вас тоже поддержать лайком или дизлайком, понравилась ли вам эта страшилка, конечно, в комментариях. И на сегодня, ребята, еще одна, последняя страшная история на ночь для вас. Готовы? Самая страшная страшилка. Погнали! Давным-давно на территории Древнего Египта проживала цивилизация гигантов. Но, по крайней мере, если сравнивать ее со современным обществом, данная цивилизация имела царей, рабов, а также жрецов. По-нашему, волшебников, лекарей и ясновидцев. Интересно. Они могли исцелять людей от многих болезней, но в основном занимались здоровьем царя и его ближайших родственников. Также жрецы владели знаниями, которые позволяли иммунифицировать людей, после чего при желании даже возвращать их к жизни. Кстати, ребята, а вы верите в воскрешение мертвых? Если да, то обязательно напишите об этом мне в комментариях. Я, кстати, не верю, но хотя все может быть. Наша горячо любимая Сирена Головый был одним из таких гениальных чудо-врачевателей. Ничего себе, ребята! А вы знали это? Его царь умер вместе с его уходом. Должно было смениться и все его окружение. Великий, талантливый жрец не хотел просто так уходить в забвение. К тому же только во дворце он имел доступ к необходимым материалам и с надобьем для своей работы и экспериментов. Поэтому он решил дождаться лучших времен. Подготовив все необходимое, раздав последнее напутствие своим ученикам, он принял определенные снадобьи, чтобы попасть в оцепенение, пока его не разбудят для высших дел. Тело мунифицировали, положили в саркофаг и оставили в пирамиде вместе с повелителем. Прошли столетия, даже тысячелетия. Наступил двадцатый век. Вот тогда-то мумия жреца была обнаружена. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было сенсацией, которую успешно скрыли. Мумия громадного человека, которая великолепно сохранилась. Тело абсолютно не подверглось разложению или гниению, а просто подсохло, будто увядшее яблоко. К слову, когда тело достали из саркофага, бинты моментально превратились в труху, а вот все остальное нет. Мумию отдали ряду ученых для исследования. Несколько десятилетий великие умы пытались разгадать тайну жреца. Вместе с ним были найдены записи на неизвестном языке, а также несколько ваз с различным порошком. Интересно, что же было в этих вазах? Порошок, а может быть, прах? Сначала обнаружение находки прошло почти сто лет. Ажиотаж к ней пропал, и тело вместе со всеми найденными атрибутами хранилось в тайниках музея, доступ в который имели лишь научные работники. Однажды двум молодым ученым-археологам предоставилась возможность увидеть мумию. Им даже разрешили провести над ней ряд экспериментов. А вдруг, хоть и что-то, да, обнаружат. Так как один из ученых имел степень по биологии, а второй, помимо археологии, занимался внеземными цивилизациями. Покопавшись с артефактом, ни много ни мало, целых два месяца, и ничего не обнаружив, они сообщили об этом начальству. Но что им было дано разрешение делать с телом, что угодно? Вот тогда-то великие ученые, знавшие о верованиях древних египтян и приравнивших к ним нашего знакомого, решили поставить над ним жесткий эксперимент. Раз жрецы верили, что оживут после смерти, «Давай вырежем в его голове дыру и внедрим туда динамики, осыпем его же порошком и посмотрим, что он запоет». Странно. Вот такую злую шутку решили сыграть ученые с древнейшим человеком при жизни, владеющим знаниями, которые недоступны современным людям. Операция прошла успешно, но когда тело начали осыпать порошками, оно зашевелилось и издало пронзительный войн, из-за которого у археологов ушами пошла кровь. Наутро их обнаружили мертвыми, а чудовище исчезло. Его удалось заснять на камеры наружного наблюдения в музее. Ночью в городе его никто не видел. Говорят, что он скрылся в горах. Так как местные жители иногда слышали его вой. Но спустя пару месяцев и он прекратился. Есть предположение, что сиреноголовый скрылся на дне океана, но сейчас воды загрязняются все больше и люди вторгаются на чужие территории. Поэтому сиреноголовый решил выйти из негдроводы и прийти к нам на землю. Эти ролики вы, конечно же, видели у многих блогеров и в ТикТок, и в Ютуб, и в других платформах. С вами была Ирина. Не забудьте подписаться. Всех люблю. Всем страшной ночи. Пока.